Немножко потерпу, у меня там урока начало. Что ж, начинаем, уже у нас время с вами. Сегодня у нас важная тема, таргет-реклама, инструмент для привлечения новых людей. Сегодня я вам покажу, вот буквально за пару дней, то, что я видела в Инстаграм, чуть-чуть проанализировала, и мы с вами сегодня попытаемся это все в наши аккаунты внедрить, да? Да, пусть и таргет, да. Посмотрите, у меня вот есть, пожалуйста, звук, потому что... Маленький макарон. Маленький? Да. Вот это сейчас выключить звук. Чего? Ага. Вот здесь. Так, ну все, кто-то у нас там шуршит. Ну ладно. Итак, таргет. Перехожу в демонстрацию экрана. В общем-то, что я посмотрела рекламу за эти два дня, проанализировала, и хочу, чтобы мы тоже так с вами пробовали у себя эти рекламы делать в аккаунтах. Демонстрация. Потому что, конечно, опять же, мы работаем на своих, да? То есть, на свои 150-200 человек, которые у нас постоянно и так смотрят нашу рекламу. И, соответственно, изо дня в день это все у нас смелькает одно и то же. Нам нужно расширять аудиторию. Одним из способов является таргет. Что я увидела сейчас в Инстаграм за эти несколько дней? Нам можно с вами запустить рекламу. Первое, это на продукт. То есть, в нашем случае мы будем, ну у нас, соответственно, продукт, да, в компании не услуги мы продаем. Мы продаем именно у нас продукт, основной, да, компонент, базис компании. Поэтому мы с вами можем пустить рекламу на продукт в первую очередь. Вот. Потом, попозже поговорю, да, вот предположим, мы там какой-то, продукт рекламируем с вами, например, крем, там, аквакрем, да, например, от Атоми. Вот человек, например, переходит, кнопку нажимает подробнее, например, на таргет рекламы в Инстаграм идет. Перешел, и вот как вы сейчас подумаете, куда человек должен переходить после рекламы крема, например, в Инстаграм? По-хорошему, если у нас свой веб-сайт есть, то можно сделать переход на веб-сайт. Он перейдет на наш профиль, где мы продвигаем личный бренд. Ну, наверное, тоже как-то странно будет. И что, там он у нас увидит наши лица, как бы, да, ну, шапку профиль, наверное, вряд ли, если человек, который захочет купить крем, будет там шариться по нашему аккаунту. Если он, конечно, не сделан какой-то интернет-магазин, да, где мы больше рекламируем продукты именно. Но, опять же, вот он перешел в наш Инстаграм-аккаунт, да, и что там увидел? Шапку профиль, там нет кнопки купить, например, да, ничего. То есть, еще тут нужно схему, скажем так, составлять, как человек, вот, проходит именно до продажи. То есть, конечная цель достигается – продать продукт. Дальше что мы? Ну, мы сейчас с вами проанализируем еще занятие. Затем, ну, что мы можем? Мы можем с вами рекламировать услугу, то есть, там, какие-то курсы, там, обучающие курсы. Мы можем также рекламировать услугу в части, да, вот, а что мы можем потом предложить, мы сегодня тоже с вами поговорим. То есть, какие услуги мы можем предложить, чтобы клиента нашего привлечь. Так, кто-то еще тут фонит. Смотрите, пожалуйста, у кого выключен звук в нижнем, получается, левом углу, нужно кнопочку нажать. И мы с вами еще третье можем что продавать в Атоме, непосредственно бизнес. Вот, то есть, три момента, которые мы с вами можем предложить. Когда вы делаете таргетированную рекламу, вы смотрите, как покупатель, как человек, который увидит эту рекламу, как человек, который будет переходить, да, куда-то там, куда он перейдет, и в итоге вы конечное предложение уже, да, воронку эту создадите или нет. Мы сейчас с вами посмотрим рекламу, проанализируем вообще предметно. Ну, вот по технической части, что нам нужно с вами иметь, чтобы таргет делать? Нам нужно с вами иметь бизнес-аккаунт в Инстаграм, у кого он личный, нужно его перевести в бизнес-аккаунт. Это вы зайдете в настройки, там будет аккаунт, и перевести аккаунт непосредственно в бизнес-аккаунт. В общем, он дает нам возможность смотреть статистику на аккаунте, в том числе и пускать рекламу. Собственно, для чего нам нужно в первую очередь переводить. Нам нужно обязательно иметь страницу, то есть вы обязательно создаете. Там ничего сложного нет, это как создать страницу на ВКонтакте или в... Если ты сейчас не закроешь рот... Друзья, вот кто сейчас слушает нас, вот скажите, пожалуйста, можете услышать меня и выключить звук? Потому что очень фон сильно идет, мешает восприятию, я думаю, не мне, а слушателям. А скажите, вот этот экранчик виден или нет? Может, мне вот так убрать его? Не пойму. Он загораживает? Нет, видно хорошо. А вот то, что вот этот вот у меня получается серый, или это только у меня он виден сбоку? Ну ладно. Смотрите, я наткнулась, значит, на такую рекламу вчера. Вот первое, что мы с вами будем обсуждать, это реклама продукта. Как, например, нам запустить рекламу на продукт? Вот здесь у меня получается три скрина последовательных. Я заскринила и, соответственно, сейчас вот выкладываю. Первое, что я увидела, очень красивая картинка в таких зеленых тонах, салатовых, японских, зеленый чай мачо. Да, вот такой вот здесь красивый сделали порошочек этой мачо. Соответственно, видите, цена перечеркнута 880 вместо 1012 рублей за 100 грамм. И вот они еще, смотрите, что здесь прикрепили. Получите бесплатно 5 фактов от чая мачо в PDF. То есть человек может скачать и дополнительно получить эту информацию, какую-то полезную с этого поста. То есть, ну, как вы вот считаете, красивая эта картинка или нет? Мне понравилась. Она привлекла в меня внимание, такой какой-то азиатский стиль, восточный минимализм. И меня эта реклама привлекла, я привлекнула дальше. Дальше я попадаю вот на такой вот ссылку. Интернет-магазин «Чай и гости». Больше чая, больше скидка. Оставьте свои контакты в сайте об ассортименте. Ну, кстати, вот, ребят, очень внимательно относитесь к грамматическим вещам, потому что хоть реклама хорошая, такая очень привлекательная. Но столько я грамматических ошибок встречаю. Вот даже здесь, да, реклама красивая, знаете, о ассортименте, да? Ну, вроде бы там буква «Б» пропущена, но все равно прям как-то сразу отторгает. Вот, и, соответственно, оставьте контакты свои, узнаете об ассортименте. Я, значит, нажимаю, вчера, наверное, всем бюджет компании слила, везде нажимала, смотрела, как что работает. Дальше я перехожу. На следующую, получается, ссылку, да, на следующую вкладку. И вот здесь у меня написано «Мы перезвоним вам, оставьте свое имя и телефон». То есть, в принципе, эта вот форма рекламы будет называться «Генерация лидов», то есть, когда люди оставляют заявки, их контакты сливаются нам в базу данных, а мы с вами можем перезвонить. Вот как вариант был такой продающий пост японского зеленого чая. Но мне, я оставила заявку, мне никто не перезвонил, кстати, вот по матче, по этой. Не знаю, почему, но не перезвонили. Ну, в общем-то, хорошая схема. Дальше переходим. Вот еще одна тоже схема хорошая, но исполнение просто ужасное. Смотрите, это, наверное, в сторис я увидела. Мы видим, значит, рекламу. Это уже вот касаемо услуг. С продуктом понятно, да, мы все что угодно можем из-за того. Нельзя, в принципе, по такой схеме пойти. Но нужно понимать, например, вот здесь еще раз, как человек, вот как здесь вот я, например, я хочу купить чай, например. То есть, получается, что я заявку оставила, но мне никто не перезвонил, как бы. И здесь, ну, нет такого, знаете, вот визуального, понятного выхода на какой-то сайт, там, да, или интернет-магазин, либо куда-то, как мне купить этот продукт. То есть, у них задача продать продукт, а я как бы не смогла продать, купить его. Поэтому, ну, я считаю, оно недоработанное. Красиво, но недоработанное. Дальше я на услуги переходим. Вот, значит, еще одна мне вчера реклама. Попалась Тань, моложе на 12 лет, без операции, уколов, благодаря греческой косметике Нуа. Вот это, кстати, принимайте во внимание, делайте скрины. Вот на Атоме такую делать рекламу классно. Она, вот, я считаю, продающая. Молодец, девочка, делай. Единственное, что, вот, смотрите, это какая-то нелепая роза, это какая-то режущая лоб надпись. Зачем-то на греческую косметику азиатка, да, то есть, ну, нелепо совершенно, но, в принципе, идея хорошая. Я здесь вот красный кресло начертила. Идея хорошая, исполнение не очень. И вот, смотрите, дальше она пишет, напиши в директ свой возраст, и мы подберем набор. То есть, человек заинтересовался, как стать моложе, мне подберут уход, еще это бесплатно совершенно будет, благодаря греческой косметике, да, то есть, ну, греческая косметика, она считается натуральной, полезной. И вот конкретно такое здесь вот воронка такая, напиши в директ свой возраст, то есть не нужно не писать ни телефон там, да, ни имя, ни фамилию, ничего. И мы, соответственно, подберем набор. Вообще отлично для Томи, схема отличная. Я, например, попробую такую рекламу запустить. И, соответственно, я перехожу, и перехожу на уже аккаунт девушки. И вот у нее на аккаунте здесь, получается, уже написано, да, то есть она занимается косметикой из Греции, то есть большой выбор и косметики там, и вообще всего-всего, быстрая доставка, заказ и консультация в директ. То есть я, вот даже мне интересно, это у меня какая-то сетевая компания тоже, да, она, может быть, косметолог, может быть, она этой косметикой занимается, но, в общем-то, она как себя бьютик-консультант позиционирует. В принципе, реклама сама, ну, не какущая с точки зрения визуала, но как-то вот она мне эту девушку вызвала доверие, я, может быть, даже бы и не писала, если бы сама не занималась. То есть что мне сложно в этом написать, свой возраст, например. Вот. И у нее конкретно сразу переход был на ее инстаграм-аккаунт, то есть вот сюда. Можно сделать переход на сообщение в директ, то есть сразу ты оказываешься у нее именно в сообщениях, то есть прямо на пороге написания сообщения. Вот. Поэтому эта схема неплохая. Но еще раз говорю, вот по оформлению можно чуть-чуть подработать. Вот еще один пример услуг. Это тоже вот пытаются, да, давайте почитаем здесь вместе. Ты так много знаешь об уходе лица, откуда, тоже откуда раздельно написано, какая-то сомнительная фотография совершенно с этой рукой, непричесанная девушка, но картинка никакая, на коричневой подложке, на шоколадной. Дальше. Делюсь любимым профилем Кайл Бьюти. Девочки бесплатно концертируют по всем вопросам. Попробуй сама, переходи в профиль. Тоже неплохая, неплохая такая получается идея о предложении услуг, исполнения никакое. Но в принципе, такую рекламу можно запустить, попробовать, но доработать ее. То есть, когда мы с вами предлагаем людям бесплатно какую-то полезность, то есть, девочки, я бесплатно вас проконсультирую, подберу набор или какой-то крем там, в общем... Так, сейчас я разводу, смотрю за сковороду. Что-то у нас громыхает. Ага. Так, и дальше поехали. Это вот касаемо услуг. Дальше, смотрите, тоже вот, это прям наш, наш, это мянец, дело рекламы, я только не поняла, зачем, но давайте проанализируем. Вот первую вот эту картинку, я, наверное, в сторис вижу, значит, Ксения Медведева, сразу, смотрите, нечитаемая надпись, да, Ксения Медведева, то есть, я не вижу даже ее имя, мне нужно присматриваться. Не очень хорошее оформление. У нее, значит, написано, селс-эксперт с 10-летним опытом работы. Окей, дальше я перехожу и вижу. На следующей вкладке запишись на бесплатный аудит продаж, знаю, как приумножить прибыль вашего бизнеса, проведу аудит, отделу продаж и покажу точки роста. Окей, Далее я нажимаю и перехожу на страничку. Здесь вот, смотрите, написано Оставьте свое имя и номер телефона и получите бесплатную консультацию. Значит, имя и фамилия. И у меня почему-то А, это, наверное, да, это я с аккаунта Атоми Воронежа, получается, наверное, писала, поэтому у меня корейские товары вышло. Ну, то есть, автоматом здесь все заполняется, но реклама, в принципе, неплохая, да, то есть, она, получается, бесплатно какие-то свои услуги рекламирует и затем, как бы, да, она какой-то аудит там, соответственно, проведет, но потом человек предложит какие-то услуги платные. Ну, в общем-то, схема, да, понятная здесь, то есть, предложение каких-то вот услуг, здесь вот схема красиво выглядит, то есть, в принципе, все доработано здесь, да. Единственное, что вот это вот оформление визуальное, опять-таки, вот Ксения Медведева, вообще, ну, непонятно совершенно, что здесь написано. В общем-то, оформлено неплохо. Это вот, опять же, форма, мы сейчас будем с вами разбирать, она называется генерация рядов, когда вы сможете создать такой свой мини, как будто бы веб-сайт, да. Дальше переходим. Вот это, кстати, реклама я сегодня увидела, мне тоже она понравилась. Смотрите, как они уже бизнес, да, рекламируют. Значит, первый слайд. 100 тысяч на продаже, санитайзеров, эви, более 150, опять-опять ошибка, реклама понравилась, начала вчитываться, обалдела, где стрибьюторов, да, то есть, не через и, дистрибьюторов по всей России. Оставьте заявку на сотрудничество, мы перезвоним вам. То есть, вот по Атоме можно, кстати, такие вещи тоже делать. Очень хорошо они зайдут, то есть, там, 100 тысяч на продаже корейской косметики, там, более так же, там, не знаю, 300 дистрибьюторов по всей России. Оставьте заявку, и мы вам перезвоним. Вообще, ну, как бы идеально, я считаю, воронка. Потом мы, значит, переходим на следующую страничку, которую также можно создать нам самостоятельно. Начни зарабатывать на антисептике эви уже сейчас. Наша компания – один из лидеров рынка по производству лосьон и по гейме. То есть, ну, небольшое, получается, описание есть компании, что мы также с вами можем сделать по Атоме. Потом всякие файлы скину, чтобы вы посмотрели, что вы в таком же примере делали. Вот, заполните поля в форме, и наш менеджер призвонит вам в течение часа. Идеально просто, да. То есть, вы можете быть, говорю, менеджер, да, там, а не человек, который там, да, в сетевом бизнесе. То есть, можно зайти вот с этой стороны, да, там, мы дистрибьюторы корейской компании, мы менеджеры, мы вас там будем курировать в этом проекте. И потом уже, как бы, да, можно подробнее рассказать, что такое Атоме, интернет-магазин и все остальное. Так, дальше пошли. Вот, пожалуйста, это у меня реклама, кстати, воронежская. Таргет так настроен был на Воронеже. Бизнес-реклама тоже. Открой эко-бизнес в Воронеже, делай от 64 рублей в месяц. Я думаю, Атоме это или Гринвей, Атоме это или Гринвей. Оказался Гринвей. Значит, переход произошел у меня на топлинг. То есть, это вот наш как раз ресурс, который мы с вами используем, который мы с вами прорабатываем. Что здесь у нас на топлинге? Вот дальше девушка рассказывает. Привет, меня зовут Оля, у меня для тебя есть кое-что интересное. Но перед тем, как продолжить чтение, нужно убедиться, что выполняются два условия. Здесь в Воронеже, ты заинтересована в возможности зарабатывать. Ну и на женщин настроили рекламу, да, как бы Гринвей, тряпочки. Открою эко-бизнес в Воронеже, а оно вот, кстати, дублируется все. Ну и, соответственно, она чуть-чуть рассказывает там о компании, дальше идет кнопка там, оставьте свои контактные данные, а, или напишите в WhatsApp, переход на WhatsApp, и стандартно у меня было сообщение «Бизнес». Я, получается, отправила это ей сообщение с бизнесом, и мне перезвонила девушка. Вот вы интересовались? Я говорю, да, я интересовалась, у меня сейчас времени нет, можете мне информацию скинуть на WhatsApp. В итоге она мне вчера скинула информацию на WhatsApp, две презентации чуть-чуть о компании, и видео-помлокейтинг-плану. И сегодня она мне уже, вот, как бы, да, соответственно, звонит опять, ну, спрашивает, посмотрели, не посмотрели. Ну, как бы, мне не интересно, но вот эта схема, в принципе, работает. Кто-то, наверное, заинтересуется. Вот еще один такой вот, мне понравился тоже по бизнесу проект, это вот «Открой бизнес», который делает женщин счастливой. меня «Шокомастер». Вообще, я, правда, вчера в эти дни слила бюджет всех компаний, мне уже все прозвонили, но зато, вот, как бы, понимаешь, как это все работает. Вот это было предложение, картинка, да, на главной, не сфотографировала. Значит, потом был переход, а также вот в эту форму лид-генерации, да, когда мы оставляем контакты. Я, соответственно, отправила свои контакты и потом еще вышла на сайт, посмотрела. То есть у них есть сайт «Шокомастер.ру», «Точка ком», где вот они продают еще так же франшизу. Еще один, да, по бизнесу, получается, последний. Сейчас я сделаю такой показ, мы потом перейдем непосредственно к созданию рекламного объявления. Вот предлагают стабильно найти бизнес по франшизе номер один. Тоже здесь быстрый став, высокая доходность, гарантия окупаемости, поддержка 24.7. То есть, в принципе, можно отсюда идеи брать для рекламы нашего бизнеса также в Инстаграм, да. То есть оставь заявку, получи бизнес-план. Я перехожу, перехожу вот на эту форму лид-генерации, и, соответственно, оставляю заявку, и кто-то там со мной связывается, ну, либо не связывается. Вот, поэтому обращайте внимание тоже, что сейчас предлагается в Инстаграм, какая реклама, да, у нас в тренде. Мы можем по аналогии с той рекламой делать нашу рекламу. Так, сейчас я перейду на Facebook, давайте, и мы с вами посмотрим, как это вообще все сделать. Так. Секунду. Если, может, есть... Вообще есть все. Вы спрашиваете меня. Если что, отключаете звук. Итак, я перешла на Facebook. Вот скажите мне, у вас есть сейчас у всех в Facebook или нет? Что-то в чате давайте я посмотрю. Сейчас я вижу какую-то демонстрацию, да. Продолжение следует... Вот перешки. Так, ну да, у нас иногда тут микрофоны, видимо, чьи-то подключаются, поэтому такая история происходит, и звук не очень. Это не мотила какая-то там, вот она с микрофоном включена. Я выключаю, сейчас секунду. Саша, ты себя выключила. Так, спасибо. Ничего не слышали, да? Ничего не слышали. Ничего не слышали, да? Смотрите, создаем страницу Facebook, да, непосредственно на Facebook, и нам нужно с вами создать бизнес-страничку. Вот, посмотрите, я на демонстрации здесь вот на кнопку нажимаю «Создать» на самом уже Facebook, на вашей личной странице. И вот здесь вот я создам себе страницу, но у меня она уже есть, я создавать не буду, но вам нужно будет это сделать. Вот, компания или бренд. Выберите и пойдете, поедете, да, там по пунктам, ничего сложного вообще нет. Для того, чтобы нам запустить рекламу на Facebook, нам нужно будет уйти с вами на главную и найти с вами в панели налево такую вот вкладочку, называется «Эдс-менеджер». Видите, вот она. Либо сюда я нажимаю на «Эдс-менеджер», либо еще, знаете, куда могу нажать, также «Создать», и потом у вас здесь вот появится реклама, то есть можно сюда также нажать. Получается, я нажимаю на «Эдс-менеджер», это вот именно профессиональный такой вот менеджер приложения по созданию рекламы. То есть через Инстаграм мы с вами это не делаем, да, когда мы нажимаем кнопку там «Продвигать», это вот для баловства, для развлечения, ничего нам не дает, это будет слип в абсолютный бюджет, слип в рекламу и никакого эффекта. Нам нужно с вами именно профессионально настроить сейчас будет аудиторию и делать выход туда, куда нам нужно будет с вами, либо на топлинг, либо там, ну это будем в следующий раз говорить, делаем вот редегенерацию тогда уже на следующем с вами занятии. Ну вот, либо собственный такой мини-веб-сайт, он дает возможность создать сам ресурс Facebook. Мы нажимаем, вот у меня здесь уже много реклам разных я создавала, нажимаем кнопку зеленую, никуда здесь не лазите особо, потому что в принципе тут можно обойтись нажатием нескольких кнопок, не углубляйтесь, да, куда-то там далеко, потому что здесь гораздо проще, чем это кажется. Вот, поэтому нажимаем кнопку создать, и мы оказываемся с вами вот в таком интерфейсе. Вот здесь вот получается с левой стороны у вас идут разделы, то есть вот получается первое я нажимаю компания, да, здесь особая категория, реклама, цель, аудитория, места размещения, бюджет, ну и так далее. В общем, мы сейчас с вами по этапам, получается, пойдем вот по этим, получается, по этим разделам. У нас с вами бегунок будет сдвигаться вниз, и вы будете видеть в том разделе, в котором вы находитесь, да, вот я, например, а я не могу пока кликнуть, места размещения не заполнена. Если что, можно будет в тот же раздел обратно вернуться и что-то подкорректировать. Нам нужно с вами вот из этих вот целей, трех колонок, выбрать самую такую ходовую, которая нам нужна, она называется трафик. То есть узнаваемость, это делают в основном бренды крупные, там охват увеличивают, там Adidas, Riva, как и так далее, когда и так бренд знают, знают, куда идти, в каких магазинах продается, им нужно просто сделать, ну, такую имиджевую рекламу. Нам нужно с вами именно обеспечить трафик на наш Инстаграм, поэтому мы выбираем с вами трафик. Нажимаем на трафик и идем дальше. Так, цель мы выбрали. Получается, название компании. Ну, можно, я вот сегодня решила омега-3 прорекламировать, нашла картинки, думаю, сделаю, пока вот продукт пока что, да, поставлю на рекламу. Омега-3 получается. А в это стирование, это тоже не нужно в это углубляться пока что. Оптимизацию бюджета компании можно сделать, можно не делать. Вот, в принципе, если вы выберете здесь вот бюджет, Facebook там и сам все оптимизирует, он лучше знает, как это сделать. Дневной бюджет, смотрите, вообще рекомендуется, это кто как говорит, кто говорит, нужно не меньше 10 долларов ставить, да. Кто там говорит 100 рублей достаточно. Я, как правило, ставлю 100 рублей для начала и смотрю, как у меня вообще есть реакция у людей на рекламу или нет. Потому что можно сразу там поставить дневной бюджет 10 долларов, в итоге там у вас, например, картинка будет какая-то некликабельная, да. Людям будет неинтересно, в итоге эти 700 рублей просто сольются в никуда. Поэтому ставим пока 100 рублей бюджет и мы будем смотреть потом статистику с вами, насколько там реклама эта кликабельная у нас. Дальше, все, получается, поставила я бюджет и продолжаю дальше, нажимаю кнопку «Продолжить». Видите, вот здесь вот слева на панели мы уже в раздел «Трафик» ушли с вами, то есть от цели к трафику и так далее и тому подобное пойдет. Выберите, куда вы хотите направить трафик. То есть смотрите, это вот то, куда нас с вами пошлет кнопка «Подробнее», когда мы видим рекламу и видим там, например, кнопку «Подробнее», либо там «Зарегистрироваться сейчас», либо «В магазин». Это вот непосредственно, когда мы нажимаем эту кнопку, куда мы с вами попадаем. Можно попасть на мессенджер, можно на WhatsApp сразу попасть, можно на сайт. Я выберу сайт и потом поставлю свой таплинг. На WhatsApp, ну, я считаю, что это очень короткий путь между рекламой и непосредственно самим продавцом. Я так думаю, что человеку захочется больше информации узнать и, в принципе, это очень, я думаю, сложно человеку сразу переходить на контакт в нашем мире, хотя можно попробовать непосредственно сразу ставить ссылку на WhatsApp, да, то есть чтобы человек перешел к вам в мессенджер и задал вопрос. А если у вас вообще бизнес в WhatsApp, то все незнакомые контакты, которые вам пишут, на бизнес в WhatsApp можно поставить такую настройку, сделать стандартное сообщение, да, то есть шаблон, например, «Здравствуйте, я бы хотела узнать о этом продукте, там, например, о этом проекте подробнее». Когда он попадает на WhatsApp, у него уже заготовленный шаблон сообщений, меня зовут там, например, так-то, я вот хочу узнать подробнее. Но, как правило, наверное, это слишком короткий путь и лучше, наверное, через все же какой-то промежуточный ресурс спускать человека и ставить таплинг. Но, опять же, правильный таплинг, чтобы была информация, чтобы была воронка та самая, чтобы человек у нас остался, не понял вообще, 3 часа не разбирался, что там вообще нужно сделать. Дальше идем. Динамические креативы. Ну, это вот что такое, когда, например, у нас есть несколько фотографий, мы эти фотографии загружаем на какой-то продукт, на рекламу, там, мы можем все загрузить, и уже Facebook, выбирая свои стратегии подвижения, смотрит на какую фотографию, на какой баннер, на какой креатив, да, еще по-другому они называются, люди реагируют лучше, и он начинает, как креатив, продвигаться активнее, да, то есть, ну, соответственно, эффективность повышается. Поэтому давайте включим динамические креативы, и потом мы загрузим несколько фотографий туда. Дальше. Аудитория здесь немаловажна. Смотрите, нам нужно выбрать аудиторию по местоположению. Ну, я рекомендую, так, да, например, если я Аляску, а Мега-3 буду рекламировать, то зачем мне нужна вся Россия? Я, наверное, включу только свой Воронеж, где я живу, мою аудиторию. Так. Здесь вот я, получается, включаю живущие здесь, недавние посетители, выберу город Воронеж. Он мне сейчас сам даст, что выбрать, и плюс, минус 40 километров радиус. Я могу этот радиус чуть меньше сделать, не 40, а, например, 10. То есть, непосредственно, в самом-то, в Воронеже люди, он мне, да, будет. Итак, я могу, например, несколько месяцев сразу включить, но смотрите сами, я так думаю, что смысл здесь сначала со своей аудиторией поработать, а потом уже куда-то там на Россию переходить. Возраст. Ну, возраст какой? Буду брать платежеспособную аудиторию, это, скорее всего, будет, там, например, от 25-26 лет, пускай будет, например, до 55. Опять-таки, это очень обширная аудитория получилась, но если звать, например, людей на бизнес, то, скорее всего, эту аудиторию можно сузить по возрастному, например, да, цензу. Что касается Омеги-3, то, наверное, Омегу-3 пьют люди вообще любого возраста и любого пола, поэтому она будет актуальна. Но здесь вот очень тщательно выбирайте аудиторию, и вообще, если вы делаете рекламу конкретно, например, по бизнесу, то вам будет комфортнее общаться с людьми более-менее плюс-минус вашего возраста. То есть, как, у нас что такое целевая аудитория? Целевая аудитория – это ты, поэтому плюс-минус, плюс-минус 5 лет ставьте свой возраст, так вам будет комфортнее общаться с людьми, и вы найдете больше общий язык. Ну, касаемо продажи Омеги, я думаю, не принципиально. Пола я, опять же, оставлю лица любого пола, и вот детальный таргетинг. Здесь как раз я поменяю, здесь я изменю интересы и добавлю конкретный интерес, например, Омега-3. Сейчас у меня вот Омега-3 ненасыщенная жирная кислота. И могу еще выбрать... Так. Ну, я думаю, все, я тоже не буду сильно расширять аудиторию. И либо, знаете как, я вот смотрела еще одного сегодня таргетолога, он сейчас попробует сделать. Он вообще рекламировал продажу мужских костюмов, и он как поставил? Онлайн-покупки, получается. Онлайн-покупки. Вот, знаете, как очень... Потом нужно покопаться, какие вообще аудитории существуют, потому что здесь не все так вот. Онлайн-покупки, да? И, получается, не вся аудитория, которой вы захотите, например, там поставить макияж, либо там, я не знаю, визажист, она будет всплывать. То есть там косметология есть, там прически есть, а, например, какой-то там конкретный, может быть, интерес, вы можете не найти его. Поэтому, так, и вот смотрите, я ставлю онлайн-покупки, и вот здесь вот кнопка есть, сузить аудиторию. И вот здесь вот я уже поставлю омега-3. Вот он, да, омега-3. То есть я, у меня люди сузятся до тех людей, которые любят делать онлайн-покупки, да, и которые интересуются омега-3, насыщенные жирные кислоты. И, как вот этот таргетолог сегодня сказал, он говорит, что не надо сюда вот как бы винегрет включать, то есть лучше было бы вот разделить, сделать более широкий такой вот интерес онлайн-покупки, а потом сузить интерес. И, например, его там до чего-то конкретного сузить, там до омега-3, либо там он там костюмы, в общем, рекламировал мужские. Вот, то есть это эффективнее, чем, например, здесь вот писать онлайн-покупки, и можно здесь еще также добавить вот в общих интересах полиненасыщенные жирные кислоты. В общем, так это эффективнее, да, такую воронку создать конкретно. Языки выбираю русский. Русский. Так, ну, в принципе, все. Вот это вот важно еще. Это касаемо аудитории все, да, понятно. Ну, вы там уже свое выбираете, соответственно, где вы живете. Если, например, на бизнес называть, так можно всю Россию приглашать. Единственное, что я до этого еще смотрела другого таргетолога, который именно приглашает на бизнес людей. И когда он рекламу пускал по всей России, он говорил, что, например, такие регионы, как Чечня, Дагестан лучше исключать, потому что люди просто сливают бюджет в пустую клику, если там объявления попадаются. И очень клики высокие по Москве и Санкт-Петербургу. Вот он эти четыре региона исключал, поэтому имейте в виду это. Так, и вот на места размещения мы переходим, это важно. Здесь не нужно ставить автоматически, здесь нужно выбрать, выбрать место вручную. Он нам здесь предлагает очень много плейсменов, везде галочки, нажатый Facebook. На Facebook мы не будем рекламироваться, audience, network тоже не будем, это в России не популярно. Здесь у нас будет только Instagram, Instagram, соответственно, лента Instagram, интересная в Instagram мы можем появляться и история Instagram. Идем дальше. Плейсменты обязательно выбирайте. Вот в чем отличие, кстати, рекламы в самом Instagram, когда мы настраиваем, и на Facebook. Здесь мы можем конкретно обозначить плейсменты, то есть убрать лишнее, чтобы у нас непонятно куда бюджет рекламы не уходил. Мы здесь конкретно поставили те места, где у нас реклама с вами будет появляться. Итак, дальше. Оптимизация для показа рекламы. Здесь можно выбрать просмотр страниц, показы. Нам интересно клики по ссылке, чтобы у нас переходы с вами были, поэтому оставляем. Видите, я здесь двигаюсь бегуньком, как бы понятно еще сколько, где мы находимся, что это не просто какой-то простынь, да, двигается, а что мы в каком-то разделе с вами находимся. Бюджет компании я выставила в самом начале, это 100 рублей в день было, и продолжить пишу. В принципе, ничего сложного нет. Самое основное – это настроить плейсменты, настроить аудиторию, оптимизировать бюджет, поставить лимит компании, ну и сделать себе хороший креатив, чтобы он людям нравился, он был кликабельным. Здесь в данном месте мы выбираем страницу, с которой будет идти реклама. У меня вот моя тут, Александра Коренева, бизнес-страница, которую я создавала. И здесь я уже начинаю загружать медиафайлы. Вот здесь вот у меня, видите, медиа-объекты, да, в этом разделе нахожусь. И сейчас я загружу те медиафайлы, которые я хочу поставить на рекламу. Добавить изображение. Сейчас у меня одна фотография уже здесь подгружена. Ага, нет. Сейчас я загружу. Давайте загрузить. И выбираю вот Аляску свою. Аляску. Три фотографии я выбрала. Которые я хочу поставить на рекламу. То есть динамические креативы, они позволяют это сделать. Поставить несколько фотографий. Сейчас у меня они здесь вот появятся в превью. Мне нужно здесь еще также написать основной текст. Напишу просто какой-то текст, но здесь он должен быть продающий. Мы сегодня техническую возможность с вами смотрим. По тексту я вам скину ссылку. Тоже очень интересно. Как создавать продающий текст. Я могу здесь также добавить разные варианты текста. То есть до пяти вариантов. Какие вы хотите. То есть чтобы у нас Facebook сам, соответственно, уже продвигал то, что идет. Если Facebook увидит, что какая-то публикация идет лучше, чем другая, то он будет ее везде показывать. И там еще один можем вариант текста выбрать. Дальше идем. И вот здесь вот мы дошли как раз до ссылки на сайт. Это вот то, что мы с вами выбрали. Куда у нас будет идти трафик. И здесь я поставлю ссылку как раз из топлинковской, которую мы с вами создавали. Сейчас я посмотрю, что еще раз. У меня на топлинке сегодня есть. Я чуть-чуть скорректировала. То есть я рекламирую Омега-3. Получается, у меня человек, если заинтересовался Омега, он прочитал мой продающий текст, он нажимает ссылку подробнее. И оказывается, у меня на топлинке. На топлинке, видите, я здесь добавила сегодня кнопку заказать товар. То есть человек может сам перейти. И у меня здесь уже переход идет на мой WhatsApp. И может мне написать, например, там, да. Меня интересует Омега-3. То есть он сразу попадает вот в эту вот воронку, переходит сразу к действию. Дальше я слегка тут оставила текст про Атоми. И еще у меня есть вкладка «Каталог продукции» и «Регистрация на площадке Атоми». То есть, в принципе, вот для рекламы то, что мне было нужно, у меня не было… Так, демонстрация экрана. У меня не было здесь кнопки «Заказать товар». Я ее добавила, потому что я поняла, что ну и что дальше, что он перейдет, например, к этому тексту, каталогу продукции, регистрации. А он купить хочет, как он купит. То есть здесь очень важно продумывать именно и делать какой-то призыв к действию. Вот. Я сделала этот призыв заказать товар. На самом деле, это вот у меня такое было быстрое решение. Я думаю, что я еще подработаю. Если я буду рекламировать Омегу, я, может быть, что еще придумаю, чтобы человек вышел именно на продажу, на покупку товара. Так. Вот с менеджером возвращаемся. А, я не скопировала. Я копирую эту ссылку сейчас отсюда, топ-линк. Вот так вот копирую. Копировать адрес ссылки и сюда ее вот вставляю. Итак, что мы имеем. А, ну вот она подгрузилась, эта реклама. Видите, одна из. Получается, призыв к действию. Здесь можно выбрать. Ссылку я поставила. То есть, когда человек кликает, призыв к действию может быть какой? Скачать. Это когда вот с матчем мы видели, там, PDF-файл. Вот скачать, получить предложение, информацию о сеансах, подробнее слушать. Ну, самая работающая кнопка считается, что, как бы, ну, подробнее в данном случае. Человек приходит, уже подробнее знакомится. Отслеживание. Вам пока это трогать тоже не нужно. Это уже, когда мы углубимся в таргетинг, и будем с вами профессионалами, когда попробуем базовые настройки, мы уже будем там привязывать эти пиксели в Facebook и так далее. И, соответственно, я нажимаю «Подтвердить». Так, больше вариантов. Вот здесь у меня, кстати, если мы нажимаем «Больше вариантов», он мне даст возможность поменять, например. Я могу к этому изображению, например, сделать другую… А, кнопку не могу другую сделать, текст могу другой сделать. Заголовка нет. Так, ну, вот я могу посмотреть здесь, как это будет выглядеть в историях в Instagram и так далее. Текст. А, вот, да, вот смотрите, текст я могу поменять. Могу текст, например, на эту фотографию другой поставить и так далее. То есть вы сами варьируете, здесь изменяете, как вам это больше понравится. Ну и все, соответственно, я нажимаю кнопку «Подтвердить», и у меня реклама уходит на подтверждение. Примерно занимает, ну, до полудня доходит одобрение рекламы. То есть не сразу вам ее подтвердят, можно ждать там и до дня. Вот, поэтому уж подождите. Вот оно у меня, видите, здесь статус показа в черновике, но я не хочу опубликовать. Я сейчас сразу отменю ее, мне нужно просто здесь вот нажать кнопочку, обратно вернуть ее и сделать неактивной. И все. И у меня эта реклама не уйдет никуда, соответственно, ее нужно дорабатывать. Если же вы хотите делать рекламу не на бизнес, ой, не на продукт, а на бизнес, здесь нужно быть осторожным, потому что у нас Facebook запрещает рекламу слов таких, как сетевой маркетинг, там, деньги или заработок. То есть это все должно быть завуалировано. Вот, поэтому имейте в виду, что если вы будете рекламировать бизнес, то по такой вот схеме, которую я вам сегодня показывала, можно оттуда взять какие-то варианты, потому что они работают, они одобрены, и их можно использовать. Так, ну, соответственно, я все сегодня, что хотела, я вам рассказала, такую вот базу. Сейчас я давайте с вами на связь выйду, поговорю насчет того, что понятно было или непонятно. Может, тут вопросы есть у вас? Ага. Я хочу попросить, да, пока что? Так, сейчас я постараюсь включить обратно, получается. Так, ну что, ребят, отзовите, скажите, более-менее понятно было, есть какие-то вопросы или нет? Саш, ну, честно сказать, пока темный лес, но надо разбираться, и вот просьба оставить запись, чтобы можно было как-то вот слушать и где-то что-то подделывать. Марина, а что сейчас вот именно технически непонятно, да? Ну да, да, все равно это вот когда понимаешь, когда смотришь, а когда начинаешь делать, где-то что-то все равно возникают вопросы, и чтобы вот можно было, допустим, послушать, включить запись и делать дальше. Ну, знаете как, я вам вообще рекомендую сначала продумать макет, вот что вы хотите рекламировать в первую очередь. То есть нужно понять, продукт это будет, бизнес это будет, либо это будет услуга. Потом уже, соответственно, это все запускать. Ну, на продукте, наверное, проще начинать. Технически это делать несложно. Ребята, тут сделать важную правильную воронку. Вот прям посидеть несколько дней, два дня, три дня, неделю, прям сидеть и продумать, как поймать, да, вот как клиента этого вида, скажем так, как они правильно, да, вот говорят, вида генерации. То есть это привлечение клиента, получение контакта, холодного контакта, то есть как его именно в нашу воронку запустить, чтобы он заинтересовался. Вот, то есть если, например, мы будем на продукт пускать рекламу, я считаю, что должен быть очень грамотный топлин их настроен. И вот даже я вот сегодня показала топлин, который мне воронишь, но я бы его переделала бы, если бы я делала рекламу на продукт. То есть я бы его переделала бы, сто процентов, чтобы именно человек, я его смотивировала, генерировала на покупку. Вот. Потому что, ну, многие, например, я видела, что топлинки делают именно прям вот с... Вот я в ресторанах такого встречала, у них там прям можно выбрать товар в ресторане и как бы положить в корзину, сделать заказ. То есть даже до такой, как бы, да, вот степень. Ну, это профессионально. Этот человек точно купит. Вот. А когда, например, вот делают, например, рекламу в профиль, я знаю, знаете, просто пускают там, не знаю, делать нечего, но решили там рекламу запустить. И, ну, как бы, ну, ты перешел, даже в лучшем случае, если ты перешел в профиль, а то ты и не переходишь в профиль. Это так просто для, не знаю, для какого-то, собственно, там, фу-фан, для развлечения. Вот Юля спрашивает, можно ли купить рекламу, чтобы кто-то сделал все. Можно, но я считаю, что лучше самим разбираться. Вот в Таргете, именно в рекламе, в Инстаграм разобраться можно самостоятельно, я считаю, вполне. Если брать там какой-нибудь Яндекс.Директ или Гугл, то тогда, да, наверное, это, ну, сложно, как бы. Вот это вот Гугл я купила, который мы с вами будем сейчас запускать в скором времени. Холодные контакты, когда будут нам приходить на наш рекрутинговый сайт. А вот лучше в рекламе на Фейсбуке, в Инстаграм разобраться самостоятельно. Вот поверьте, ничего сложного нет. Самое главное – это грамотно подумать, на что вы будете давать рекламу и как человек вам в итоге, в конечном счете, в вашу баранку продаж попадает, покупает товар. Или там, например, воспользуются вашей услугой. Это просто недоработки именно вот визуала и вот этих вот действий последовательных. Давайте, знаете, что попробуем к следующему занятию? Сделать рекламу на продукт. Потому что Атоми очень любят люди продукт. И, ну, как считается, да, например, наши там партнеры, Мика, Володя, они постоянно продукты фамируют, я знаю, то есть они делают рекламу на продукт. Они считают, что она очень хорошо заходит. Давайте пробовать на продукт рекламу делать. То есть взять какой-то продукт, взять красивые картинки, креативы. Может быть, видео сделать на них, ну, в приложениях, например, там есть приложение Моджо, можно красивые видео делать. Попробовать сделать такие склейки из фотографий динамические. И попробовать просто запуститься, хотя бы понимать вообще, как это работает. Просто рекламу заказать можно, но, опять же, вот вы сейчас 5 тысяч отдадите за нее, например, просто за настройку. А вам скажут, давайте, пожалуйста, бюджетчик еще, так, рублей 510 долларов в день. Вот, в итоге вы отдали 5 тысяч за настройку, дешевле никто не будет за это браться, потому что там тоже нужно человеку будет отслеживать, получается, да, конверсии, как там люди реагируют будут. То есть это не просто там взял, настроил и пошел. Это именно отслеживание статистики. И, ну, у нас просто такие были случаи, вот вы платили за рекламу, они говорят, ну, ребята, извините, если вы хотите, чтобы мы весь вам отслеживали, это уже бюджет другой. Поэтому я считаю, что нет смысла, нужно самим разбираться в этом. Вот правда не очень сложно, вот правда не сложно. Надо просто сесть раз и это попробовать сделать. Даже, может быть, не по моему видео, я вам накидаю именно таргетологу, кто вот на Facebook, вернее, в YouTube делает видео, настройку рекламы в Instagram, они именно вот этим занимаются. Там даже они понятнее расскажут. Я просто вот вам дала такой сегодня, чтобы было более-менее понятно, чтобы вы хоть как-то к этому поступили. А там просто можно по роликам в YouTube, если что, какую-то информацию сюда брать. Ну вот, какие-то вам. Надо пробовать, потому что если нет людей, да, в бизнес, где их брать? Только-только таргет, только таргет. Вот. Да, надо пробовать, надо пробовать. Что я еще хотела сегодня сказать? Да, наверное, все. Дорабатывайте свой Instagram, дорабатывайте свой Facebook. Пробуйте запустить. А, вот еще что я хотела сказать. Есть такое приложение. Оно называется Ads Manager. Я потом его вам напишу. Можно запустить рекламу через вот этот вот Ads Manager. То есть не на самом Facebook, хотя здесь чуть-чуть побольше функций, честно сказать. Там не всегда все, ну, наверное, потому что это приложение. В некоторый момент он не дает сделать Ads Manager, который в приложении. Но упростить себе можно вообще задачу, если мы будем пользоваться этим приложением. Очень удобно. Я, кстати, оттуда пускала рекламу. И, в принципе, ну, это не та реклама, которая через Instagram, через сноу подробнее. Там можно даже ничего не изучать, она ничего не даст. А именно вот через Ads Manager приложение. Сброшу я вам его обязательно. Вот. То есть не где-то, где-то там будет время, я не знаю, там компьютер не будет рядом. Просто покопайтесь в этом приложении. Вот с учетом сегодняшней информации, которую я дала. То есть самое главное, что этого трафика у нас идет с вами, вид рекламы. Нам нужно с вами настроить аудиторию. Обязательно ее сделать не автоматически, а именно по интересам. Указать возраст пол, указать территорию, да, то есть исключить те регионы, которые, где клик большой, например, или где клик бесполезный, я вам сегодня говорила про них. Либо там на продажу продукта можно указать близлежащую территорию. Честно сказать, я даже увидела, как таргетируют конкретные даже дома. Представляете, то есть, например, люди живут рядом в каком-то доме, например, магазин стоит, они таргет пускают на близлежащие там три дома какие-то, вот, и рекламируют. То есть люди видят, им удобно, они приходят, покупают. То есть это все можно сделать геометками. Убрать автоматический плейсмент, сделать плейсмент вручную, то есть это лента Инстаграм или интересная, или история. Вот, ну, в принципе, все. Это путь достроен. То есть вот это вот путь, получается, от картинки до конечной цели, которую мы преследуем этой рекламой. Нужно понимать, зачем мы в первую очередь делаем рекламу. Продажа продукта, продажа бизнеса, либо как-то через услугу зайти. Я подберу вам бесплатно набор по уходу за кожей и предложить ему в период оме. Вот. Какие вот дела. Ну, все, ребятки, я как бы завершаюсь. Если какие-то вопросы есть, можем чаще с вами обсудить их также. И, ну, жду тогда к понедельнику от вас какого-то результата. Хотя бы попробуйте это делать, да. Давайте уже с вами. Спасибо, Саша, большое. Я за что. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...